Суд вынес приговор в отношении Константина Слободюка, это бывший начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. К слову, этот приговор переносили аж четыре раза и даже сегодня. Оглашение было назначено на 10 утра, однако всем участникам процесса пришлось ждать несколько часов до начала. Спустя три часа ожидания судья начал зачитывать приговор. В деле несколько эпизодов, поэтому процедура затянулась примерно на два часа. Суд приговорил к Слободюку Константину Петровичу признать вину в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 286 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа дохода государства 50 тысяч рублей. По другим статьям мужчину оправдали. Константина Слободюка обвиняли в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. По мнению следствия, он незаконно начислял себе дополнительные зарплаты и премии. За несколько лет накопилось почти полтора миллиона рублей. Изначально подсудимому грозило четыре с половиной года лишения свободы. Слободюку Константину Петровичу по обвинению в совершении преступления предусмотрен в честь третьей статьи 285, честь третьей статьи 159, честь третьей статьи 159 УК РФ оправдать. Константин Слободюк не ожидал, что дело обернется в его пользу. Мужчина очень обрадовался, что не получил реальный срок. Он продолжит работать в сфере МЧС, который является делом всей его жизни. Приговор в законную силу пока еще не вступил. Также у Константина Слободюка есть 10 дней, чтобы обжаловать его. Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов. Новости НТР.